Дорогие друзья, меня зовут Роман Юрьевич Болдырев, кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». Сегодня мы с вами приступаем к освещению одной из самых удивительных и загадочных страниц в истории Архангельского Севера, его первобытной истории. Тема моего выступления – каменный век на территории Архангельского Севера. В свое время знаменитый чешский археолог Богуслав Клима так охарактеризовал гигантский скачок, который совершило человечество в эпоху камня. Климатические изменения стимулировали полную адаптацию человека к новой среде, к охоте, а позднее также к рыбной ловле. Охота стимулировала развитие интеллектуальной деятельности. В поисках пищи человек по своей силе не мог сравниться с животными и должен был прибегать к другим средствам, совершенствовать собственное мастерство, пользоваться различными приспособлениями и мощным оружием. Мы узнаем с вами сегодня, когда и как происходило заселение Севера в древние времена, как древние люди обеспечивали свое существование, что было неизменным, а что менялось в их культуре. Итак, мы будем говорить с вами о каменном веке на территории Архангельского Севера. И вместе попытаемся ответить на вопрос. Когда появился человек на территории Архангельского Севера? Как изменялась деятельность человека и его орудие труда с течением времени? Мы будем говорить о том, откуда мы черпаем свои знания о древней истории Севера, когда и как впервые появились люди на Архангельском Севере. Рассмотрим с вами две важных археологических эпохи – эпоху Мезолита и эпоху Неолита на Севере. Но прежде всего мы выясним с вами, откуда же мы знаем о древней истории нашей страны и Севера в частности. Мы черпаем эти познания при помощи особой науки – археологии. В ходе археологических экспедиций на территории Архангельской области было открыто и исследовано более тысячи археологических памятников. Что такое археологический памятник? Археологический памятник – это объект материальной культуры, несущий в себе определенный объем информации о прошлом. Археологи чаще всего не знают, как называли то или иное открытое имя поселения или могильник его изначальные создатели. Поэтому для того, чтобы дать археологическое имя памятнику, используют близлежащие географические объекты. Это могут быть горы, реки, озера или название современного населенного пункта, располагающегося неподалеку. Археологическим источником памятник становится только после проведения должным образом организованных археологических раскопок по строгим соблюдаемым правилам. Так вот, в музеях нашей области собраны десятки тысяч артефактов, иллюстрирующих историю и культуру нашего региона. Их изучение дало возможность проследить эволюцию первобытной культуры и связи древнего севера с прилегающими территориями нашей страны и соседних стран, описать занятия и быт наших далеких предков. Что такое артефакт? Артефакт – это предмет, подвергнутый в прошлом целенаправленной обработке человеком, обнаруженный в результате археологических раскопок. Примерами артефактов являются каменные инструменты, ювелирные украшения, оружие, предметы быта, керамика, угли древнего костра, кости, имеющие следы воздействия человека и другие находки. Артефакты изучаются археологами, которые исследуют и публикуют материалы своих раскопок и восстанавливают, по этим данным, историческое прошлое человечества. Ценные с точки зрения науки или искусства артефакты демонстрируются в последующем в музеях и на специальных археологических выставках. Какие же виды археологических памятников выделяют в современной археологии? Мы знаем следующие виды археологических памятников, также представленных и на территории нашей Архангельской области. Во-первых, это местонахождение. Местонахождение – это тип археологического памятника с нарушенным или отсутствующим культурным слоем, либо место расположения концентрации археологических находок, как правило, это отходы каменной индустрии. Второй вид археологического памятника – это мастерская. Мастерская – это место изготовления каменных орудий труда, оружия или украшений. Обычно на месте раскопок помимо готовых изделий обнаруживается и большое количество заготовок, недоделанных или неудачно сделанных, а также сломанных предметов и отходов обработки камня. Третий вид археологического памятника – это стоянка. Стоянка – это временное поселение охотников, рыболовов и собирателей эпохи Палеолита и вплоть до Железного века. При раскопках стоянок археологи обычно находят керамику, орудия труда, отходы каменной индустрии, кострища, очаги, остатки жилищ и другие находки. Четвертый вид археологических памятников – это поселение. Поселение – это древнее и исчезнувшее впоследствии неукрепленное поселение. Селища обычно незаметны на местности в настоящее время и обнаруживаются археологами только по наличию здесь культурного слоя. Пятый вид памятника – это городище. Происходит от глагола «огараживать». Это укрепленное поселение – особый тип археологического памятника. Как правило, городища располагались в труднодоступных местах, на мысах, берегов рек и ручьев, иногда среди болот. Представлявших естественную защиту данного места. Они укреплялись земляным валом и рвом. Поверху вала, как и по краю площадки городища, устанавливался деревянный чистокол или стена из бревен. В настоящее время остатки городища обычно можно заметить на местности в виде возвышающихся над окружающим ландшафтом земляных валов или даже каменных стен. Следующий вид памятника – это петроглифы. Петроглиф – это изображение на каменной основе, выбитое или нанесенное древними людьми с помощью краски, которая может иметь разную тематику. Петроглифами называют все древние изображения на камне за исключением тех, в которых достоверно присутствует хорошо разработанная система письменных знаков. Первобытные пещерные наскальные живописные рисунки, гравировки на специально установленных камнях, мегалитах или просто на скалах. Седьмой вид памятника – это лабиринт. Лабиринт – это спиралевидная фигура, представляющая собой систему ходов, сформированных стенками, сложенными из валунов. На территории Российской Федерации зарегистрировано более 30 таких выкладок. И вот из этих 30 на берегу Белого моря обнаружено около 20 лабиринтов, то есть две трети от всех, которые имеются в России. И из этих 20 – 15 зарегистрированы на Соловецких островах. Замечено, что лабиринты разных типов могут соседствовать друг с другом на местности, а абсолютно одинаковые по своей конструкции лабиринты могут находиться за сотни километров друг от друга. И, наконец, последний, восьмой вид археологического памятника – это могильник. Могильник – это группа погребений. Первые захоронения умерших появились еще в эпоху Палеолита. Они совершались непосредственно на стоянках древних людей, а не на специально отведенных для этого местах. Могильники же появились в эпоху Мезолита. Погребения совершались с соблюдением определенного обряда, связанного с представлением древних людей о загробной жизни. Вместе с усопшим в могилу помещали различные предметы. Это одежда, оружие, украшения, посуда, пища, туши жертвенных животных и другие интересные предметы. Иногда встречаются дополнительные захоронения насильственно умерщвленных людей, находившихся в свое время в зависимом положении от погребенного в основной могиле. Итак, мы выяснили с вами, какие виды археологических памятников существуют. А теперь обратим внимание на особенности географии Севера, которые непосредственно повлияли на распространение здесь древних людей. В период со 115-го тысячелетия до н.э. и вплоть до 9600 лет до н.э. Фактически вся территория северо-запада современной Российской Федерации была покрыта ледником. Этот геологический и одновременно с этим исторический период в жизни нашей планеты принято называть Валдайским оледенением. Что такое Валдайское оледенение? Валдайское оледенение – это название последнего покровного оледенения восточноевропейской равнины. Охватившего ее северо-западную часть. Наступило оно примерно 115 тысяч лет до н.э. И окончилось около 9600 лет до н.э. Центром оледенения, как видно на представленной карте, является территория нынешнего Ботнического залива, разделяющего между собой две европейские страны – Швецию и Финляндию. Высота ледника достигала в те времена трех километров. Южная граница ледника проходила от Смоленска и Твери, далее шла в сторону Вологды, Великого Устюга, и дальше уходила на север, к побережью Белого моря. Поскольку вся эта территория была покрыта огромными массами льда, не имела практически никакого растительного покрова, а значит была непригодна к проживанию здесь животных, то и древние люди на севере в этих местах тоже практически не появлялись. Но по мере таяния ледника и его отступления на север, люди заселили сначала южную часть территории современной Архангельской области, это долина реки Ваги, долина Северной Двины, а затем стали продвигаться еще дальше на север, по долинам рек Вашка, Мизень и Печора, пока, наконец, не достигнут побережья Белого и Баренцева морей. И вот в связи с длительным периодом нахождения ледника на большей части территории Архангельской области, периодизация первобытной истории севера сдвинута относительно районов Центральной и Южной России. Археологами также принято выделять несколько основных периодов в истории Каменного века, однако датировка этих периодов будет значительно моложе по сравнению с Центральной и Южной Россией. Период Палеолита, слово Палеолит в переводе с древнегреческого языка, Палеос означает древний, Литос – камень, вместе получается древнекаменный век для севера, начинается примерно в 25-м тысячелетии до нашей эры и завершается примерно к 11-му тысячелетию до нашей эры. В этот период времени, особенно в Среднем и Верхнем Палеолите, первобытный человек постепенно продвигался на север, следуя за кромкой таящего ледника, заселяя новые, в том числе и непосредственно граничащие с ледником территории. Второй период в истории Каменного века – это период Мезолита. По уточненным археологическим данным, сегодня этот период датируется 8-м тысячелетиям до нашей эры и заканчивается в первой половине 5-го тысячелетия до нашей эры. И обратите внимание на зазор между датировками Палеолита и Мезолита. Дело в том, что на территории Архангельской области до настоящего времени не обнаружено археологических находок, которые можно было бы датировать периодом 11-го, 9-го тысячелетий до нашей эры. И это обстоятельство не позволяет ученым, археологам сегодня уточнить точную границу между Палеолитом и Мезолитом. Слово «мезолит» опять же греческого происхождения, «мезос» означает «средний», «литос» – «камень», получается «средний каменный век». Это был очень важный, переломный период в истории Севера, когда кардинально изменилось природно-климатические условия, изменилась окружающая среда, ледник все дальше и дальше отступал на север, климат сменился с арктического на более умеренный, континентальный, постепенно оформились современные ландшафты на территории Архангельской области. И, наконец, последний период каменного века ученые называют «неолитом» от греческих слов «неос», что означает «новый», и «литос», опять же «камень» – это новокаменный век. На севере он датируется серединой пятого тысячелетия до нашей эры и вплоть до первой половины третьего тысячелетия до нашей эры. В этот период происходит постепенный переход от присваивающего к производящей форме хозяйствования. Широко распространяется керамика, разнообразная по форме сосудов и по способам их орнаментации. Появляются новые способы обработки каменного сырья. Об этом речь у нас будет идти еще впереди. А сначала мы взглянем с вами на археологическую карту Архангельской области и посмотрим, какие именно археологические памятники, относящиеся к палеолиту, мезолиту и неолиту, обнаружены археологами на территории Архангельской области. Итак, человек впервые проникает на территорию севера в эпоху палеолита. К этому периоду археологами обнаружено и датировано только два местонахождения. Напомню вам, местонахождение это означает, что постоянного населения на территории севера еще не было. Люди лишь спорадически появлялись здесь и, видимо, либо обронили принадлежащие им орудия труда, либо они их использовали и после того, как они стали непригодны для дальнейшей эксплуатации, бросили на этой территории. Так вот, на карте Архангельской области мы видим с вами два таких местонахождения. Это Ступина Ичкова в нижнем течении Северной Двины и еще одно местонахождение в низовьях Ваги, в том месте, где Вага впадает в Северную Двину. А вот эпохой Мезолита уже мы можем датировать с вами значительно большее количество стоянок на территории севера. Раз появляются стоянки, то это означает, что на севере уже появилось население, которое длительно пребывает на этой территории, однако вынуждено мигрировать с места на место в поисках средств для своего существования. Такие стоянки обнаружены и вблизи побережья озера Лача, и вдоль течения реки Онега. Большое количество стоянок найдено на Северной Двине и ее притоках, и также в бассейне реки Мизень. Ну и, наконец, в эпоху Неолита, как мы видим, древние люди дошли вплоть до побережья Белого моря. Мы видим большое количество не только стоянок, но и мастерских, в которых изготавливались каменные орудия труда. У побережья озера Лача мы видим такие же стоянки вблизи озера Кена, опять же в бассейне реки Ваги, в бассейне реки Северная Двина, в Устье Мизени. Но, кроме этого, мы видим и стоянки, расположенные на побережье Белого моря. Стоянка Голдарея-1 расположена на Онежском полуострове, и мы видим с вами, появляются стоянки на острове Анзер Соловецкого архипелага. Самое важное, революционные изменения, связанные с эпохой камня, это переход от спорадического появления человека на территории Архангельской области к более-менее оседлому образу жизни, когда люди кочуют по территории севера, но периодически возвращаясь к тем или иным местам стоянок. И появление собственных мастерских по изготовлению каменных орудий труда. Ну, а теперь давайте последовательно познакомимся со всеми тремя эпохами каменного века. Итак, когда и как впервые люди появились на Архангельском Севере? Они появились здесь в эпоху Палеолита. В 1978 году археолог Анатолий Александрович Куратов обнаружил в районе деревни Ступина, Холмогорского района Архангельской области, кремневые орудия очень архаичного облика и предположил, что они относятся к эпохе Палеолита. Несколько позже в нижнем течении реки Ваги были найдены еще несколько архаичных кремневых орудий. И на этом слайде мы видим с вами каменное рубило, как раз и найденное Анатолием Александровичем вблизи деревни Ступина. И видим, как это каменное рубило изготавливалось древним человеком. Сколы на камне получались при помощи удара одним камнем по другому камню. На возможность временного обитания на Архангельском Севере древнейшего человека в Палеолитическую эпоху указывают также множество находок костей мамонта, шерстистого носорога, овцебыка, которых древний человек использовал в пищу. И это позволило ученым сделать вывод о том, что посещение человеком территории Севера в Ледниковую эпоху было единичным и, как правило, кратковременным. Это были своеобразные вылазки, разведки местности, предпринятые в поисках мест, пригодных для обитания крупных животных в 12-11 тысячелетии до нашей эры. Мы уже упомянули имя с вами замечательного археолога, одного из ведущих краеведов Архангельского Севера. Анатолий Александрович Куратов. Годы жизни 1938-2014. Археолог, историк, кандидат исторических наук, профессор. После окончания в 1963 году Ленинградского университета он работал в Архангельском областном краеведческом музее. Затем перешел на работу на кафедру истории, затем стал заведующим кафедрой отечественной истории, а в 1980-1986 годах ректором Архангельского государственного педагогического института имени Михаила Васильевича Ломоносова. Многие его студенты-аспиранты впоследствии стали исследователями русского севера. В 1969-1989 годах, то есть 20 лет подряд, он возглавлял Архангельскую археологическую экспедицию. В ходе экспедиции он открыл десятки археологических памятников на территории Архангельской области. Он впервые разработал принципы классификации каменных лабиринтов Северной Европы. Является автором более 250 научных и научно-популярных публикаций, в том числе 16 книг и учебных пособий по археологии, истории, вспомогательным историческим дисциплинам. Он же являлся и составителем первого тома Поморской энциклопедии, посвященной истории Архангельского севера. Также являлся председателем Архангельского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Вслед за эпохой Палеолита наступает эпоха Мизолита. До наших дней сохранились остатки более 150 стоянок и местонахождений на территории Архангельской области, которые археологи могут уверенно датировать эпохой Мизолита. Стоянки мизолитических охотников и рыболовов, как правило, располагались на высоких песчаных террасах, расположенных на уровне от 8 до 20 метров выше уровня воды, в излученных рек и в местах впадения в них более мелких речек или ручьев. Озерные поселения находились на более низких террасах. Выбор песчаных берегов был обусловлен тем, что песок быстрее иного грунта просыхает после дождя, а на севере дожди весенний и осенний период случаются очень часто. В нем проще выкопать котлован для землянки, для кострища или хозяйственной ямы. Обязательными условиями при выборе поселений были близость к источнику питьевой воды, а также наличие неподалеку топлива для костра. Чем же занимались обитатели всех этих мизолитических поселений? Как они добывали себе свое пропитание? Какими были их жилища? Ответить на все эти вопросы археологам позволяют те остатки материальной культуры, которые сохранились в культурном слое стоянок вплоть до настоящего времени. При раскопках были обнаружены наконечники стрел, ножевидные пластины, скребки, резцы, сечения вкладыши для наконечников копий и дротиков. Были также найдены тесла, стамески, костяные наконечники стрел, гарпуны, рыболовные крючки, шилья, долота, грузила, деревянные наконечники, фрагменты луков. В наборе инвентаря присутствуют также проколки и ножи. Кремень часто был принесен из районов, в которых находились места рождения высококачественного сырья. А это означает, что уже в те далекие времена осуществлялась, видимо, меновая торговля между племенами древних людей, находившихся на достаточно большом расстоянии друг от друга. Давайте посмотрим на сохранившиеся из той эпохи артефакты и попробуем определить предназначение тех каменных орудий труда, которые мы видим с вами на экране, и сделаем вывод о типичных занятиях людей, которые эти орудия труда изготовили. Итак, слева мы видим с вами заостренный наконечник стрелы со стоянки Веретье в Карагопольском районе Архангельской области. Мы видим, что с одной стороны этот наконечник более заострен, он представляет из себя треугольник, а вот с другой стороны мы видим, что кусочек камня сужается, в этом месте этот наконечник втыкался в деревянную часть стрелы и дальше обматывался для большей крепости жилами животных. Справа мы видим представленное сечение вкладыш для какого-то составного орудия труда. Это составное орудие труда можно было сделать из куска кости, в которой проделывалась узкая щель, в которую вставлялись эти самые сечения. И в результате можно было получить изогнутой формы орудия труда, например, тот же самый серп для срезания каких-то колосьев. Рассмотрим вот эту группу изображений и попробуем вместе с вами найти на представленных изображениях скребло, ножевидный наконечник, каменный топор, тесла, копье с каменным наконечником и костяную иглу. Итак, давайте рассмотрим картинки внимательнее. Итак, где же мы видим с вами здесь скребло? Мы обозначим его на нашей картинке цифрой 1. С помощью скребла, как своеобразным скребком, снимали внутренний жирный слой, слой подкожного жира с кожи животного, для того, чтобы эту кожу или шкуру можно было в последующем использовать, например, для изготовления одежды или для покрытия чума, чтобы сделать его водонепроницаемым. Где же здесь мы видим с вами ножевидный наконечник? А вот он в руках древних людей, которые разделывают тушу убитого ими лося. С помощью таких ножей можно было расчленить тушу на отдельные части, вырезать необходимые куски мяса. Где же здесь расположен каменный топор? А вот он на изображении. В левом нижнем углу мы видим готовые каменные топоры лежат у нас на огромном куске камня. Этот каменный топор представляет собой деревянная древка, которому с помощью, опять же, каких-то жил и веревок привязан большой заостренной формы кусок камня. Где же здесь у нас тесла? А вот оно в руках древнего человека, который выдалбливает из цельного бревна для себя лодку. В этот период времени, в эпоху мезолита, люди уже начинают использовать водные пути сообщения для своих миграций. Где здесь копье с каменным наконечником? Вот, оно тоже лежит рядом с каменным топором. Каменное копье необходимо было для охоты на крупную дичь, на крупных млекопитающих. И, наконец, костяной иглой пользуется у нас вот эта женщина, которая сшивает между собой куски меха для того, чтобы изготовить из них теплую одежду, необходимую в нашем северном климате. На крупного зверя в те времена охотились с помощью копий и дротиков, составленных из костяной основы и кремниевых пластинок, закрепленных по их краям. На мелких животных и птицу с помощью лука и стрел, изготовленных из небольших пластин. Ножи и скребки использовали для разделки туш убитых животных и обработки шкур. Проколки были незаменимы при изготовлении одежды и обуви. Топорами и теслами обрабатывали дерево и изготавливали древнейшие лодки. Каменными молотками забивали колья и жерди при сооружении жилищ. Занятия людей эпохи Мезолита становятся весьма разнообразными. Прежде всего, это изготовление различного бытового, охотничьего, рыболовного инвентаря. Также люди занимались охотой и рыболовством с помощью удочек, гарпунов и специально изготовленных рыболовных снарядов, ловушек. Исключительную роль в охотничьем промысле играли лук и стрелы, потому что они позволяли поражать животных на большом расстоянии, потому что, если человек подбирался слишком близко, то животное могло учуять его запах и вовремя убежать. Повседневная жизнь древних северян была невозможна без выделанных шкур лесных зверей. Собирание грибов, ягод, разного рода съедобных растений также было неотъемлемой частью сезонных занятий северян эпохи Мезолита. Ну а к концу эпохи человек достигает уже южного побережья Белого моря. Об этом свидетельствуют археологические раскопки, сделанные в районе Зимней Золотицы, а также на Соловецких островах, которые с помощью радиоуглеродного анализа датируются периодом примерно 6700 лет назад. И, наконец, завершается период Каменного века эпохой Неолита. К настоящему времени на территории Архангельской области обнаружено около 340 археологических памятников этой эпохи. В формировании населения региона, помимо, собственно, местных племен, в этот период активное участие принимают выходцы из других регионов России, а именно из Волго-Окского Междуречья, а также из Волго-Камья, а также из областей, примыкающих к нашему региону с запада, это нынешняя территория Карелии, с севера-запада, это территория Кольского полуострова, юго-востока и востока, это бассейн реки Печоры. Стоянки давнего времени находятся преимущественно уже на первых речных террасах высотой примерно 1-5 метров над уровнем воды. Это связано с тем, что ледник окончательно тает, уровень воды изменяется на этой местности, ну и река протачивает в слои земли глубокие долины и в результате уровень воды понижается и люди, которые следуют за уходящей водой, спускаются все ниже и ниже к берегу. Кроме того, люди селятся не только в ближайших реках и в поймах рек, а также в местах выхода на поверхность кремня, который им был необходим для изготовления орудий труда и селятся на низких берегах озер. Как я уже сказал, это было связано в первую очередь с постеплением климата. Это привело к обмелению рек и озер и позволило древнему человеку спуститься ближе к воде. Главными отличиями эпохи неолита от предшествующей ей эпохи мезолита является переход от преимущественно пластинчатой технологии раскалывания камня к более совершенной технике изготовления каменных орудий из отщепов, а также появления у них глиняной посуды. Отщеповая техника увеличивала возможности древнего мастера. Она позволяла изготавливать орудия из разных разновидностей кремня. Ассортимент орудий также существенно увеличился за счет появления новых типов наконечников стрел, новых наконечников дротиков, копий, скребков, ножей, проколок, других орудий, разнообразных топоров и тесел, а позволила освоить различные способы обработки других видов камня. Дело в том, что кремень встречается на севере не так часто. И древние люди освоили изготовление орудий труда из кварца, кварцита, серого и красноцветного песчаника. Совершенствовались и способы обработки каменных орудий. Технику скола дополнили приемы так называемой двусторонней отжимной ретуши. Это когда для изготовления орудий труда используется специальная палочка, так называемый ретушор, которая позволяет наносить уже строго направленные удары по обрабатываемому камню, для того, чтобы изготавливать гораздо более ровную поверхность орудия труда и формировать более ровную и острую кромку у него. Посмотрите на вот этот нож листовидной формы, изготовленный в технике двусторонней отжимной ретуши. Он был обнаружен на стоянке Кузнечиха-1, это на нынешней территории города Архангельск. Мы видим с вами почти идеально ровную кромку у этого ножа. Он практически ничем визуально не отличается от нынешних ножей, имеющих два лезвия сверху и снизу. Мы видим с вами дополнительные зазубрины, которые нанесены на противоположном конце этого ножа, для того, чтобы его можно было удобнее прикрепить к деревянной рукояти. В результате изделие становится не только функциональным, но оно становится также и более красивым внешне. Промысловый инвентарь, который находит на стоянках эпохи неолита, состоял также из костяных гарпунов, рыболовных крючков и каменных грузил. А это означает, что люди, которые вышли внизу в Ярек и непосредственно на побережье Белого моря, активно занимались в этот период времени рыболовством. Одним из важнейших, без преувеличения революционных изобретений человека в эпоху неолита, было изготовление глиняной посуды. Из глины, смешанной с различными примесями, мастера готовили широкие ленты, из которых впоследствии формировали стенки будущих горшков. Это был первый, самый примитивный способ изготовления посуды. Другой способ заключался в накладывании еще сырой глины на заранее подготовленный из плетенных прутьев каркас сосуда. Эта техника была более удобной, потому что позволяла получить гораздо более прочные стенки. Перед обжигом стенки сосудов дополнительно сглаживались, а затем на них стали наносить орнамент. Глиняная посуда прошла эволюцию от крупных сосудов яйцевидной формы, которые имели очень толстые стенки и имели орнамент в виде нанесенных в шахматном порядке конических ямок. Мы видим с вами фрагмент стенки сосуда с ямочным орнаментом, который был обнаружен на стоянке Кубенина, недалеко от озера Лача. Зачем нужны были эти конические ямки? Они необходимы были, во-первых, для того, чтобы украсить сосуд, во-вторых, это был своеобразный фирменный знак изготовителя, человека, который вылепил данный горшок. Можно было не перепутать посуду, принадлежащую разным соплеменникам. Кроме того, такие достаточно крупные ямки позволяли приблизить источник тепла к той пище, которая находилась внутри этого сосуда. Позволяло прогреть стенки посуды гораздо быстрее. В последующем виды орнаментов стали меняться. Стали появляться уже тонкостенные полушаровидные формы горшки средних размеров, которые украшали уже не только ямками, но добавляли к этому сочетание оттисков так называемой гребенки. Когда к еще сырой глине прикладывались различные предметы, это могли быть палочки, это могли быть какие-то другие камушки, ракушки, которые могли оставить определенной формы красивый отпечаток на этой еще сырой глине. И в результате мы видим орнаментировка становилась гораздо более богатой. Кроме того, вот эти тонкостенные полушаровидные формы сосуды были удобны и для хранения продуктов. Однако они являлись весьма неустойчивыми. Готовить в них пищу было непростым делом. Приходилось закреплять этот сосуд между тремя-четырьмя камнями и вокруг них уже раскладывать огонь. Если поставить этот сосуд просто на костер, он мог опрокинуться и тогда вся пища проливалась и становилась непригодной для употребления. Какие новые возможности дала человеку глиняная посуда? Она дала ему возможность во-первых хранить пищу, ее можно было сберегать в течение длительного времени. Кроме того, в этой посуде можно было готовить жидкую пищу, различные похлебки или, как бы мы сегодня сказали, супы. Можно было разогревать пищу над источником огня. Все это было, понятно, гораздо удобнее, чем просто на какой-то палочке, так сказать, прообразе современного шампура запекать или зажаривать пищу непосредственно над костром. Орнамент на сосудах выполнял сразу несколько важных функций. Украшенные ими сосуды реже лопались во время обжига, чем неорнаментированные горшки. Вскипятить воду в толстостенных горшках с ямками было, возможно, в два раза быстрее, чем в сосудах, которые не содержали такого орнамента, потому что в тех местах, где наносился орнамент, где находились ямки, толщина стенки резко сокращалась и вода прогревалась гораздо быстрее. Помимо этого, как я вам уже сказал, орнамент, узор, нанесенный на глиняную посуду, являлся своеобразной авторской меткой, родоплеменным знаком. Судя по тому, как менялась орнаментация, древний человек стремился сделать свою посуду не только более удобной, но и более красивой. Сведения о жилищах неолитической эпохи до сих пор крайне скудны. В культурном слое стоянки Кубенина на озере Лачи были раскопаны остатки землянки круглой формы с каменным очагом, который располагался в центре этой землянки и входом, который находился с одной стороны. Кровлю такого жилища поддерживал столб, фрагмент которого с заостренным концом был найден внутри землянки. На стоянке Анзерская-2, расположенной на Соловецких островах, зафиксированы следы от кольев летнего жилища, своеобразного чума, в виде конических ямок, которые образуют круг. В эпоху неолита люди продолжили регулярное освоение побережья Белого моря и Соловецких островов. На южном берегу Белого моря сформировалось собственное промысловое население, поселение которого, раскопанное археологами, по месту нахождения получили название Беломорская культура. Что такое Беломорская культура? Беломорская культура это группа археологических памятников эпохи конца третьего тысячелетия до нашей эры, первой половины первого тысячелетия до нашей эры, открытых на побережье Двинского и восточном берегу Онежского залива Белого моря. Культурный слой на этих стоянках представлен остатками временных стойбищ, на которых обнаружены кремниевые наконечники стрел самых разных типов, в том числе с прямым или вогнутым основанием, пильчатыми краями, скребки из крупных отщепов, кремниевые фигурки животных и птиц. Они считаются своеобразным маркером населения беломорской культуры. Мы видим с вами здесь кремниевую фигурку головы лося, которая была обнаружена на стоянке кузнечиха в городе Архангельске. А также круглодонные глиняные сосуды, украшенные гребенчатым орнаментом. А на поздней стадии этот орнамент дополнительно еще усложнялся с помощью накладного валика у горловины сосуда, выполненного из глины. Судя по аналогам в керамике и каменном инвентаре стоянок, беломорская культура родственна другим археологическим культурам севера нашей страны. Сохранились остатки сезонных промысловых поселений. Их обитатели приходили на морское побережье на весенний летний период, когда здесь можно было в изобилии ловить рыбу, вести промысел морских животных, тюленей, нерп, моржей. А затем на зиму это население возвращалось в свои постоянные поселения, которые располагались уже вдали от моря, на таежных реках и озерах. Это было связано с тем, что в зимний период времени морское побережье, незащищенное от воздействия северных и северо-восточных холодных ветров, было практически непригодным для проживания древнего населения. Так вот, такие поселения обнаружены на реке Кузнечихе в черте Архангельска, на Кудемском озере, под Северодвинском, Салоозере и, конечно же, на Соловецких островах. В дюнах на побережье Белого моря археологи нередко находят древние кострища. Это очаги самых разных форм, они могли быть круглыми, могли быть овальными и самых разных размеров. Диаметр этих костров древних составлял от 40 до 80 сантиметров. И иногда эти кострищи дополнительно обкладывались по окружности камнем. И вот эти кострищи протянулись цепочкой вдоль береговой черты. По всей вероятности, очаги оборудовались заслонами из веток и жердей, что обеспечивало защиту людей, пытающихся согреться у этого костра от ветра во время промысла. Здесь же можно обнаружить и обломки неолитической посуды. Значит, на этих кострах люди готовили себе еще и пищу. Одним из исследователей беломорской культуры является известный северный археолог Александр Яковлевич Мартынов. Родился он в 1951 году. Это историк, археолог, музейный работник, кандидат исторических наук, ученик Анатолия Александровича Куратова, о котором мы с вами сегодня уже говорили. В 1974 году он окончил Архангельский государственный педагогический институт имени Михаила Васильевича Ломоносова. С 1978 года живет и работает на Соловецких островах, является профессиональным археологом, заместителем директора по научной работе Соловецкого государственного историко-архитектурного музея-заповедника. по научной работе являлся некоторое время и директором Соловецкого музея, ведущий научный сотрудник Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Археологическими исследованиями на территории Архангельской области он занимается, начиная с 1970 года, а с 1984 года руководит работой Соловецкой археологической экспедиции. В ходе своих исследований он открыл сотни археологических памятников не только на Соловецких островах, но и в бассейнах рек Устья, Кокшинга, Вага, Емца, Северная Двина, на Кенозере, вдоль южного берега Белого моря, в архипелаге Кузова, на островах Мудюк, Жижгин, Жужмуй, является автором более 150 научных и научно-популярных публикаций, в том числе 12 книг по археологии и истории Архангельского Севера. Александр Яковлевич является одним из авторов учебного пособия для учащихся шестых классов школ Архангельской области, которая называется «История Архангельского Севера с древнейших времен до конца XV века». Итак, мы сегодня с вами осветили три первые археологические эпохи, относящиеся к каменному веку. Ну а давайте попробуем поиграть с вами. Определим, каким археологическим эпохам относятся представленные на моей схеме артефакты. Только что-то у нас с экраном не в порядке. Все эти эпохи перемешались между собой. Давайте попробуем для начала расставить ленточки с названиями эпох по порядку. Вверху должна находиться самая первая, а внизу самая последняя. Разве сначала был неолит, за ним палеолит, а потом мизолит? Да нет же. Конечно же, первой эпохой у нас должен быть палеолит, затем на смену палеолиту в 11-м тысячелетии до нашей эры приходит палеолит закончился в 11-м тысячелетии, на смену в 9-м тысячелетии приходит мезолит, и только после него наступает эпоха неолита. Ну а теперь давайте расположим наши артефакты на этой своеобразной археологической шкале. Все ли у нас правильно? Двусторонняя отжимная ретушь, беломорская культура и сечение вкладыши, характерны для эпохи палеолита? Каменная рубила и ямочная гребенчатая керамика появляются в эпоху мезолита? А отщеп с односторонней ретушью, каменные лабиринты и скребло на отщепе характеризуют неолит? Нет, у нас на нашем панели полный хаос. Давайте вспоминать, как на самом деле сменяют друг друга эти артефакты. Скребло на отщепе характеризует эпоху мезолита. Двусторонняя отжимная ретушь, конечно же, появляется только в эпоху неолита. А вот каменная рубила, обнаруженная Анатолием Александровичем Куратовым на стоянке местонахождение Ступина Ичкова это самое древнее орудие эпохи палеолита, обнаруженной на территории Архангельской области. Отщеп с односторонней ретушью это характерный признак эпохи мезолита. Ямочно-гребенчатая керамика появляется в эпоху неолита. Сечения вкладыши также относятся к эпохе мезолита. Осталось два артефакта, а свободных мест у нас в наших ячейках нет. Здесь явно есть что-то лишнее. Но, конечно же, каменные лабиринты не имеют никакого отношения к эпохе неолита. Они появятся значительно позже. И у нас освободилось место для того, чтобы на свою законную позицию вернуть беломорскую культуру, которая характерна для эпохи неолита. Вот теперь у нас все на своих местах. Каменная рубила относится к эпохе палеолита. Отщеп с односторонней ретушью, сечение вкладыша и скребло на отщепе характерны для эпохи мезолита. Ямочно-гребенчатая керамика беломорская культура и двусторонняя отжимная ретушь появляются в эпоху неолита. Итак, сегодня мы с вами изучали самую древнюю эпоху в истории Архангельского Севера. Мы задавались вопросом, когда же именно появился человек на территории Архангельского Севера? Как изменялась деятельность человека и его орудия труда с течением времени? Прослушав сегодняшнюю лекцию, мы можем уверенно ответить на эти вопросы. Первые следы пребывания человека на Архангельском Севере относятся к эпохе позднего палеолита, когда начал таять ледник. Мы говорили с вами о валдайском оледенении, которое на многие тысячи лет задержало распространение древних людей к берегам Белого моря и Баренцева моря. Эпохой Мезолита датируются первые стоянки первобытного человека на Севере. Первобытные люди занимались охотой, рыболовством, собирательством, все более и более оттачивая свои навыки, необходимые для этих занятий. Орудия труда первобытного человека также непрерывно совершенствовались. Улучшалась технология обработки камня, появлялись новые специализированные орудия труда, предназначенные для выполнения строго определенной работы. И, наконец, в эпоху неолита появляется первая глиняная посуда, украшенная орнаментами самой разной формы. Спасибо большое за ваше внимание. ваше субтитры субтитры